Жизнь любого города невозможно представить без общественного транспорта. В Венсполсе нет трамваев, троллейбусов и тем более метро. К услугам пассажирам предлагаются городские автобусы и маршрутные такси. Последние 15 лет основным автоперевозчиком Венсполсе выступает предприятие Венсполс Рейс. Был Венсполс Ауто 15 лет назад, принадлежал государству, он обанкротился. И самоуправление за 50 тысяч лад купило все, что от этого осталось, одной рухлядь. И мы создали новые предприятия, на развалинах государственного предприятия. И вот этот опыт показывает, что государство не умеет управлять своими компаниями, а самоуправление как раз умеет. Прошедшую субботу на Венсполской автостанции царило оживление. Для тех, кто забыл или вовсе не знает, что такое лазы, пазы и карусы, предприятие Венсполс Рейс представило своеобразный парад ретроавтобусов. Машины хоть и пребывают в почтенном возрасте, но все ухожены и на ходу. Стены автостанции украсила выставка, посвященная истории развития общественного транспорта в Венсполсе. Выставка о извозчиках, шоферах и других. Такое поэтическое название, потому что мы не историки, мы перевозчики. Мы не претендовали на статус академической выставки, но в целом она у нас получилась. Мы хотели показать, как венсполщане с древних времен, как тут видно, даже со времен герцога Якобы, и до наших дней добирались до других городов и стран. Экспозиции выставки собирали буквально по крупицам. Прибегли к помощи архивов Венсполского и Кулдыкского музеев, Венсполского зонального архива, собрания библиотеки. Весомой оказалась помощь и частных лиц, поделившихся фотоматериалами и воспоминаниями. Мы работали на лазах, старых и карусах, на желтых и карусах. Я 25 лет водил автобус по улицам Венсполса и за его пределы. Я увидел на выставке для меня исторически важную фотографию, на которой я изображен в момент ремонта автобуса. Гвоздем программы стала презентация новенького комфортабельного городского автобуса Mercedes-Benz Centara C2, единственного на сегодняшний день автобуса подобной модели в Балтии. Одно из преимуществ этого автобуса – это большое электронное табло, чтобы пассажир с другого конца улицы мог видеть, к какому маршруту автобус приближается. И самое главное – это то, что он низкопольный. Это однозначно главное удобство. Технически он лучше старых Mercedes-Benz, хотя его вместительность меньше. В нем есть кондиционер, улучшена тормозная система и другое, что важно с точки зрения безопасности. Автобус современный и хороший. Дав первый символический гудок, сочностью звука почти не уступающей сирене океанского лайнера, новое приобретение «Венсплс Рейс» отправилось в первую поездку по улицам города. Правду говорят, есть машины, есть хорошие машины, а есть Mercedes. Новый автобус мягко, плавно и бесшумно скользил по улицам города. Автобус оборудован 33-мя посадочными местами, общая пассажиром вместимость – 100 человек. Машина адаптирована к климатическим условиям «Венсплса». Установлен климат-контроль, интегрированы элементы, предотвращающие оледенение, проведена дополнительная антикоррозийная обработка, что удешевляет эксплуатацию машины. Автобус может работать и на биодизеле. Планируется, что новая машина будет задействована на всех городских маршрутах попеременно, включая направления на Пилтене, Таргала и Сталзене. Я хочу пожелать пассажирам мягких поездок, чтобы они остались довольны новым автобусом. Приходите познакомиться с выставкой, с историей, приносите свои материалы, потому что наши исторические исследования будут продолжаться. Предприятие «Венсплс Рейс» подошло к своему 15-летнему юбилею с внушительным багажом достижений. С 2000 года постоянно обновляется автопарк. Не далее, как в прошлом году, на улицы «Венсплса» вышли еще 19 новых автобусов. Конечно, мы хотим все дешевле билеты, но мы это смотрим в сравнении, как в других городах. Но мы выглядим хорошо. В штате предприятия более 150 сотрудников. 80 из них – квалифицированные и опытные шоферы.